Всех приветствую! Сегодня продолжу серию видео о том, где торговать. В принципе, то, что я говорил в прошлый раз о том, что криптобиржам доверять нельзя, случилось. То есть даже Binance, вроде бы крупнейшая биржа, которая обладает там огромными объемами, взяла и просто заблокировала, ну, пока что крупные счета, более 10 тысяч евро русских людей. Соответственно, а почему бы им не заблокировать потом вообще всех? Так что имейте в виду, что криптобиржам доверять нельзя. Уже давно там были такие намеки, что все плохо, тем более, что недавно была новость, что Binance якобы там слила сторонников Навального российским властям. Но на самом деле они от этого отнекиваются, говорят, ничего такого не было. Но дыма без огня не бывает, сами понимаете. То есть криптобиржи вот такие крупные, они, конечно же, всегда сотрудничают с властями, потому что им это выгодно, чтобы продвигать свои услуги и не попасть под удар, скажем так, государства. Поэтому мало того, что все ваши криптооперации могут быть доступны, той же самой налоговой, так они еще могут заблокировать аккаунт. Но благо они хотя бы возвращают деньги, это, в принципе, хорошо. А если это мелкая биржа, то они могут и деньги не вернуть. Или, например, американская, там еще что-нибудь могут выдумать. Поэтому лучше, лучше там деньги не держать. Соответственно, я объяснял вчера, что, конечно же, самое надежное, держать настоящие брокеры в иностранном, либо в российском. Но иностранные, соответственно, отпадают. Почему? Потому что могут просто блокернуть. И хороший, надежный вариант отпал. Российские брокеры, у них свои минусы, я тоже говорил. Соответственно, остается что? Офшоры. Офшоры типа Инстафорекса, Робофорекса, Альпари. Все в таком духе. Почему они? Потому что это офшор. Все очень просто. Это офшор, у него есть лицензия, у него есть страховка депозитов на 20 тысяч долларов. У них есть какая-то регуляция со стороны тех, кто выдает им лицензии. Соответственно, нужно понимать, что если вы идете в офшор, то нужен крупный. Почему? Потому что им не выгодно скамиться, а мелкому скамиться выгодно. Они могут собрать деньги и пропасть. Соответственно, тоже нужно понимать, где куда идти. И плюс еще нужно понять, что а где есть хорошая крипта? Потому что если вы уходите с криптобиржи, вам нужно торговать крипту. А в офшорах обычно это невыгодно. Там очень большие комиссии на это, очень большие спреды. И просто банально мало таких брокеров. Почему я рекомендую ИнстаФорекс? Почему? Потому что у них крипта под 0,1% торгуется. Счет открыть тут очень просто. Можно пополнить криптой. Вывод профита тоже криптой. То есть от криптобиржи мало чем отличается. Разве что здесь нет столько количества монет. Хотя это и не нужно. Потому что это компенсируется тем, что помимо крипты тут есть все остальные рынки. В том числе и акции. В прошлом видео я это говорил. Соответственно тут огромное количество преимуществ. Мало того, что это надежней. Так они еще и сделали сейчас специальную акцию. Кто на этой неделе пополнит, может получить бонус на пополнение депозит реальными деньгами. То есть кому это интересно, просто напишите мне в личку. Я скажу какие условия. То есть до 10% вы можете получить просто переведя свои, например, битки в ИнстаФорекс. Почему такая щедрость? Это все очень просто. Все эти конторы борются за клиентов. И если сейчас с Binance все хотят уходить, то смотрят куда. Но есть вариант, конечно, на такую же криптобиржу. Но там тоже, я же говорил, надежности особой не будет. Либо уходите вот в Форекс. И я рекомендую настоятельно уходить в Форекс, потому что тут банально больше активов. И тут больше надежность. Все. И это удобнее. Торги там выглядят вот так вот. То есть в Метатрейдере это удобный терминал. Потом может покажу, что к чему, как это работает. Кому интересно, как создавать счет, как пройти верификацию. Там это делается, по сути дела, за полчаса. То есть кто боится и не знает, что как делать, в принципе, следующее видео будет об этом. Еще расскажу, кто пополняет счет в ИнстаФорексе. Пишите мне в личку, там в описании ссылка будет. Ваш номер счета и сумму, которую вы хотите пополнить. Если как, не знаете, тоже напишите. Я там все подскажу. И бонус 5-10% вы можете получить просто так. Просто заведя деньги до конца этого месяца. Но обязательно нужно мне написать. Потому что это там такая индивидуальная партнерская программа. Нужно получить ссылку. Ссылку я тоже оставлю в описании. Поэтому вот всем советую. Хотя бы попробуйте это. Потому что я уже тут 3 года в Форексе торгую. И вы сами понимаете, у меня на криптобирже даже ничего и нет. По сути дела, вот если зайти тут посмотреть, я в основном использую криптобиржу как обменник. То есть я завожу туда, например, какую-то крипту мелкую. Меняю через peer-to-peer. И в принципе выгодно получается. По этой схеме я тут чуть позже видео сделаю. Как что тут заработать. И, кстати, ИнстаФорекс под это дело подходит. Но это будет там одно из следующих видео. Как получать спред между долларом и крипто-долларом. Себе бонусом. То есть, если, например, пополнить с иностранной карты ИнстаФорекс, то для вас это будет, грубо говоря, по курсу рыночному. А когда вы вводите криптой, то крипта сейчас дороже. Например, USDT сейчас стоит 86. А рыночный курс 74. И вот эти 12 рублей можно как формат положить. Я тоже могу объяснить как. Соответственно, тоже можете написать. Я там подскажу. В общем, вот такие вот штуки можно тут вытворять сейчас. И это очень выгодно. То есть, если пойдете в ИнстаФорекс, реально не пожалеете. И, кстати, тем, кто не знает, как что торговать, могу дать еще месяц доступа в платную группу свою, чтобы подсказать, что и как к чему. И, конечно, так поддержать на первом этапе. Поэтому, если какие-то вопросы, можете в комментариях задать. Можете в личку написать. В общем, всем советую. Такая вот акция сейчас. И до следующей встречи.